Алло. Алло. Алло, да. Да. Это Никита Сергеевич снова. Привет, Никита. Привет, дорогой. Еще раз приветствую. Что же это самое? Вы где вообще в России находитесь? Давайте встретимся, как-то по-нормальному пообщаемся. Я с удовольствием. Вы за? Ну давайте. Ну давайте где-нибудь. Вы в Москве? Я сейчас в Москве. Ну давайте вечерком, может, встретимся. Ну сейчас вот эта неделя все тут перед моими юбилейными делами сплошные... А, у вас же юбилей, у вас же юбилей, точно. Точно, точно. Совсем забыл. Ну что, если за, ну я за с тобой встретюсь. У меня к тебе никаких нету ни претензий, ни губы, что я... Ну а что тогда говорить, чтобы я в политику не лез? Ну, неправильно. Ну а что, почему? Я не могу. У меня же есть такие же права, как и у всех остальных. Да, как и у меня. Как и у вас, да. И ты забыл сказать, что это дала перестройку. Такие права. Ну, кстати, вот про перестройку, да, это вот вы правильно сказали. Ну так, я тебе еще много правильно сказать. Ну давайте пообщаемся. Я не вижу оснований, что ты меня взял, понимаешь, во время, когда вы тут набиваете себе цену, взял меня, вот, вытирать у него ноги, вот, судить ее я. Да ну что ты? Ну что это? Наш великий режиссер, наш актер, любимец народный, он использует такое... Ну ты... Имя, имя, на такие дела, Никита Ильич, за что? Ну вы же... С отцом мы дружили, единственное, кого не знаю, это уже братьев там помоложе, а мою дружу большое были с Наталку Сергеевым. Ну так вот, давайте не будем ссориться, давайте дружить все-таки. У меня мое мнение, я просто был, ну скажем так, выпил немножко, и поэтому, ну как-то мне там захотелось что-то заявить, но вот так и получилось. Ну ладно, вот будем считать, что между нами инцидент исчерпан. Да, можете даже в прессе сказать, что я, что позвонить кому-то, можете даже сказать, что я перед вами извинился, то есть тут вопросов нет. То есть, я никому я звонить не буду, что ты? Ну мало ли кто-то вам... Это все меня наседает, звонят и так далее. Да, много звонит, мне тоже сейчас что-то одолевают разные люди. Я знаю. Не знаю. И люди одевали. Ты еще, ты и звезда. Ох, спасибо, спасибо. У нас же отношения были такие нормальные все время, вы же помните, да? И при вашем президентстве я же тоже к вам особо-то и не лез, не хотел подмазаться, как говорится. Да не надо за счет тебя. Ну зачем тебе подмазываться? Ну, я не вмазывался. Ну, ты сказал, ты сказал теперь... Ну, я же вот не подмазывался к вам. Судить Горбачева это. А кто-то реагирует на это. Надо, говорит, ему напомнить, как он предавал нашими... Ну, вот вы тоже молодец. Одного и как он облизывал всего другого. У кого я... Ну, вместе. Ельцин. Ельцин. Ну, Ельцин, да. Он... Эта история забытая. Вы же его до сих пор не можете простить, да? За все эти дела. За что его прощать? Ну, не знаю. Как вот он там поступил? Вот это... Понимаете ведь? Ему же вот как раз таки и нужно было самодержавие. Вот он, в общем-то, таким образом и поступил. Вот сам стал. Ну, вот. Вот и все. Вопрос ясен. Один самодержавие, другим нормальная демократическая ситуация. Люди бы и держали свободно, и говорили свободно, и чувствовали себя так. Ну, а вот войска, вот если вот давайте вспомним, все равно же войска, те же Прибалтики, это же тоже как-то никак, это вы тоже в этом поучаствовали? Не понял. Ну, войска вот Прибалтики тогда, когда стреляют, там пытались те же самые революции. Вильнюс, тот же самый. Ну, вы же тоже были. Там же не совсем было демократически все сделано. Конкретные работы. Какие? Что у Прибалтики? Ну, Вильнюс, там когда вот это... Восстание народное было, там же тоже, собственно, войска-то там и людей погубили? Вильнюс, Вильнюс. А, в Вильнюсе? Да, да, да. Да, ну, так я и уже и рассказал, что я даже нашел тетрадь, в которой была написана программа, как действовать. От руки. Это все сделано за спиной. Да, ну, вот видите, вот это вот вы не досмотрели, а надо было. Вот поэтому я искал. Да, 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 это правильно. Вот поэтому? Вот поэтому и надо. Надо было. Давайте мы будем... Фильм, я вообще про вас хочу фильм снять, честно говоря. Не понял. Фильм хочу про вас снять. Как смотрите на это? Не нужно. Почему? У тебя не будет свободы. Ну, я свободный человек, что же вы... Которая... Которая... Твой бы талант, честно так сказать, отдала в распоряжение этот сценарий. Ты будешь мучиться. Я не хочу, чтобы... Я ведь абсолютно не нуждаюсь в том, чтобы... И я не люблю хвасты мне всякие. Ну, пойду к Путину, выбью бюджет грантов там вместе, потом выпьем, посидим спокойно. Да, я знаю. Ты с ним встречайся, ты в бане, а мы не встречаемся, наоборот. Давайте в баню пойдем. В турецкую. Нет, но мы с ними встречаемся. Ну, втроем посидим. Ладно. Ладно, давайте завтра... Имей в виду. Вот мы-то говорили, что все, кончено. У нас с тобой кончено. Ну, да, да. Ну, давайте завтра посидим. Что мы будем объяснять, что ли, что ли? Ну, ладно. Ну, давайте завтра посидим где-нибудь. В ресторане встретимся. Никита, ну, надо... До 2 марта я занят поголовно. Ну, на юбилей-то пригласите меня? А? На юбилей? Конечно, чего приглашать тебя? Зачем? Ну, как? Чтоб смеялись. Ну, а что, почему? Наоборот. Обнимемся. Скажем, тост. Обнимемся, но в другой раз, ладно? В другом времени вместе. Ну, ладненько, хорошо. Хорошо. Пока. Счастливо.